Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо, что пригласили. Мне на самом деле очень лестно выступать у вас. Я люблю вашу группу, люблю за настырность, за то, что вы существуете, несмотря на корону. То вы все выходите, договариваетесь все равно и ведете встречи. И то, что у вас вторая встреча открылась, ну просто молодцы. Я думаю, что корона эта сойдет и вы наверняка будете тут попрут люди. Потому что я думаю, что вы очень-очень им нужны. Ну, я все-таки, я немножко волнуюсь. Я пытаюсь сбить свой этот... Да, я приглашу Бога на свой спич, что ли. Не знаю, как это назвать. Да, чтобы я как можно меньше говорил о себе. То есть от себя, чтобы я мог быть полезен для вас вообще в этом спикерском. Боже, я прошу Тебя быть со мной, чтобы вести и направлять меня в моем поиске Твоей воли и Твоей истины. Отец, пожалуйста, удали во мне то, что будет блокировать меня Твоей истины. Отложи в сторону все мои предрассудки, знания в меня о том, что я думаю, что знаю об этом процессе, об этом упражнении и моем духовном состоянии. Удали мой страх от того, что я могу узнать о себе, Господь, и помоги мне осознать и принять Твою правду и Твою волю. Аминь. Тема очень замечательная. Десятый и одиннадцатый шаг. Постоянно мы говорим на эту тему о десятом шаге. Об одиннадцатом шаге мы всегда говорим в кугуарах, между собой. И многие считают, что это камень такой, ну, как преткновение, да. Если не делаешь одиннадцатый шаг, то тебя начинают колбасить, тебя начинают мутить. И я с этим абсолютно согласен. Не хочу показаться каким-то оригинальным в этом отношении. На самом деле, десятый шаг и одиннадцатый шаг – это дисциплина. И у нас здесь после того, как… Ну, здесь я буду говорить, когда я буду говорить здесь, это значит просто написано в большой книге. Это не то, что здесь там конкретно, да, там, где я живу, или там, где я служу, или там, где я хожу на группы, да. Я имею в виду, здесь это у нас книги, вот, нашей большой книги, потому что я вот специально её с собой взял, книгу, чтобы, если что, надо будет цитату прочитать, так я быстренько найду. Это моя книга уже, четвёртая моя книга. Так, там у нас и написано в конце одиннадцатого шага, да, что Бог таким образом дисциплинирует нас, таким простым образом. И там вот это вот впервые слово дисциплина, оно проскальзывает там. И если глянуть на десятый и на одиннадцатый шаг, то это, в общем-то, мы подходим к такому моменту, когда мы должны свою силу воли проявлять. И у нас там тоже есть такие строки, что проявлять именно так, как наближит. То есть раньше мы вот свою силу воли, мы, кстати, к этому и приходим в конечном итоге. Сначала мы говорим о бессилии, что у нас нет, да, у нас нет воли, и мы, в общем-то, везде бессильны. Бессильны с алкоголем, против алкоголя, мы бессильны против жизни, против каких-то ситуаций. Мы бессильны, мы говорим о бессилии, о бессилии, да, но мы говорим о том, что алкоголик, тем не менее, у него есть сила воли. Только когда он живёт по принципам эгоизма, да, он проявляет своеволие, и эта своеволия идёт против воли Бога. И тогда, получается, вот это вот, все вот эти вот наши конфликты, те, которые происходят в жизни. Когда же мы приходим к десятому шагу, очищенные, ну, как могли очиститься, да, сначала увидели это в четвёртом шаге, потом в девятом шаге, сколько мы могли возместить ущерб. Но, во всяком случае, мы эти стены попытались разрушить, те, которые отделяют нас от Бога. И десятый шаг, он подразумевает применять, ну, сам по себе десятый шаг, это, в общем-то, воплощение всех от четвёртого до девятого шага, да, это вот, вот эту практику мы должны применять. Если мы говорим о десятом шаге, там, с самого начала, мы говорим о том, что наша следующая задача – расти в понимании эффективности нашей духовности. Это происходит не сразу, это должно длиться всю нашу жизнь. Мы продолжаем следить за проявлением себелюбия, нечестности, негодования, страха. Когда они появляются, мы сразу же просим Бога избавить нас от них, да, это уже сразу, да, два действия. Первое мы следим за то, что, за то, что с нами, да, происходит, то есть за страхом, за себелюбием, нечестностью, да. Потом мы сразу же просим Бога. Это вот, опять же, практика, да, что мы применяем всегда. Да, вот, если мы прошли через четвёртый шаг, да, там уже с самого начала, в третьем шаге мы пригласили Бога. В четвёртом шаге у нас первая же инвентаризация. Мы обращаемся к Богу, да, мы молимся за молитвы, там, за этих злых людей, там, или как там получается, да, молитвы больного человека. Мы, инвентаризация страха, у нас есть молитва по страхам, инвентаризация по отношениям, у нас есть аж три молитвы, да. Вот эти новые отношения, выходим в пятый шаг, да, опять у нас молитва, молитва, да, мы никогда столько много не молились, никогда у нас не было столько много общения с Богом, да. И вот это новое отношение, мы должны их культивировать, мы должны их продолжать. И здесь одно из первых действий, которое мы сразу начинаем обращать на это внимание. Если нас что-то беспокоит, мы сразу приглашаем в эту ситуацию Бога. Мы просим Его, чтобы Он избавил нас от них. Потом, если, ну, тут не если, а когда появляются эти негодования или страха, мы сразу же просим Бога. Потом мы сразу же звоним. Звоним или обращаемся, есть возможность с кем-то пообщаться. Почему это тоже происходит, почему мы должны это делать. Потому что если мы просим просто Бога, значит, ну, мы помолились, да. Вот, но обычно мы живем в современном мире, и просто мы уже об этом знаем. Бог не станет с нами разговаривать, там, с иконой, да, не будет с нами говорить, там. Он не позвонит нам по телефону, он никак нам не ответит, да. Мы можем только услышать Его волю, да, через людей. Поэтому мы, опять же, да, проявляем, ну, свое намерение, да, пригласив в эту ситуацию человека, с кем мы можем обсудить это. Чтобы мы могли услышать, да, обратную связь или вообще, ну, чтобы другой человек тоже в этом присутствовал. Ну, о том, что, насколько это важно, нам нужен, насколько другой человек, да, мы говорим, там очень много написано в пятом шаге об этом. Это, опять же, да, вот мы сколько-то шагов уже повторяем. То есть мы тут же, да, четвертый шаг, третий шаг, пятый шаг, да, приглашаем человека. И здесь не обязательно, что мы в десятом шаге должны услышать, да, обратную связь. Иногда просто достаточно просто сказать это, выразить намерение свое. Можно позвонить человеку, он занят, я занят, там, мы на работе. Просто сказать, там, я по десятке и сказать о том, что вот меня сейчас там беспокоит это и это. И если есть возможность, нужно обсудить, нет возможности, достаточно просто вот так вот коротко сказать о том, что меня беспокоит. Но это, я называю это, что я проявил намерение, вот это, то, что Бог может увидеть, что я на самом деле к этому серьезно отношусь. Да, что я не просто там попросил его и, вот, и там типа того, что, да, я тебе сказал там выполнить, выполнить, да. Я еще проявляю намерение, я показываю свою готовность к тому, чтобы я хочу от этого вызываться. Следующее действие, там, получается, если мы успели нанести ущерб, допустим, если это была какая-то там стычка с кем-то, скандал или что-то, да, я успел кого-то оскорбить, там, может быть, накрещать или что-то, да, мне нужно возместить ущерб. Мне нужно выразить сожаление человеку, если я его оскорбил, подойти к нему и возместить этот ущерб, то есть попросить прощения, если нужно, да, значит, найти какой-то общий язык, предложить какой-то компромисс, вот, и, в общем-то, выйти из этой ситуации с тем, что нужно возместить ущерб, если я действительно его нанес. В большинстве случаев, конечно, получается, что этого ущерба может и не быть, вот, поэтому это не всегда, да, важно, вот, и это не обязательно, там, возмещать какой-то ущерб, если его не было, просто, наоборот. Ну, и самая важная вещь, она, к сожалению, вот, в русском переводе, да, она пропущена в книге, ну, в том, в котором современный перевод, да, это то, что мы обращаем наши мысли к тем, кому мы можем помочь. И вот это другое действие, одно из основных действий, которое нужно сделать. То есть, получается, по логике вещей, если просто взять логику, да, как анонимные алкоголики это объясняют, да, мы делаем, мы замещаем за собой страх, мы с этим делимся с человеком, вот, приглашаем в эту ситуацию, да, мы молимся Богу об этом, и чтобы выйти из этого эгоцентризма, да, вот, не заниматься, потому что, что бы я там ни делал, я там молю Бога, да, я разговариваю с человеком, я это заметил, да, это все обо мне, это все обо мне, это обо мне, да, это обо мне любимым, это мой эгоизм, да, и я постоянно обо мне. И здесь мне предлагается вот это, переключиться на другого человека и пойти ему помочь или что-то для кого-то сделать. И это не важно, если я там дома, это можно просто пойти посуду помыть, да, просто можно, может быть, там, пойти чай сделать там для жены, да. На работе это можно тоже кому-то просто подойти и предложить там кофе ему, да, коллеге, вот, или даже женщине просто там сказать коллеге там о прическе какой-то новой, да, к человеку подойти и спросить, как у него там было там. Можно проявлять вот это, ну, такие добрые дела какие-то можно делать и всегда можно найти. Ну, основное, естественно, если на работе, то просто можно работать, вот, это уже достаточно, просто таким образом принося. Можно позвонить новичку и можно много всяких дел придумать, те, которые нужно, можно выйти из себя, да, и таким образом я даю возможность Богу заняться мной. То есть, если я отпускаю себя, свое дело, да, вот эту свою проблему, я отпускаю, я занимаюсь им, Бог может взять, да, и заняться моей проблемой. Вот как это работает по технике, по технике анонимных алкоголиков, ну, как нам здесь, в общем-то, написано. Есть одна притча тоже, библейская, там рассказано о том, что в человеке жил бес, он устал от него, он попросил Бога, чтобы он его избавил от этого беса, да, этот бес ушел, Бог его забрал. Вот. Вот. Человек ничего не стал с этим делать. Этот бес прокрутился вокруг, там, земли, как это говорится, да, взял с собой еще семерых и вернулся на то же самое место. Вот. В общем-то, мораль отсюда, в общем-то, какая? Пустое место свято не бывает. Поэтому мы, если мы просим Бога, да, освободить, если просто взять в библейской даже такой формулировки, да, если мы просим Бога освободить, и он это забирает, да, мы должны на это место положить что-то хорошее. Поэтому мы идем и помогаем кому-то, что-то другое, да, раз, и положили. И вот тогда это место остается занято и занято чем-то хорошим. Ну, по-простому, да, это вот небольшая такая техника, но очень важная, ту, которую нужно применять каждый день. Десятый шаг, это опять же, да, это применение на ежедневной основе каждый день, да, и целый день практически я должен со всем этим, ну, со всем этим жить, потому что я должен постоянно обращать внимание на свою нечестность, негодование, на страх. Потому что после того, как я выполнил четвертый, пятый, шестой, седьмой, да, восьмой, девятый шаги, возместил ущерб, мне вот этот дискомфорт не нужен. Я не хочу ни с кем ругаться, я не хочу ни на кого злиться, я не хочу ни волноваться ни из-за чего, да, мне не нужен этот дискомфорт. Я хочу, я уже почувствовал, мы читали там в девятом, в обещаниях девятого шага, да, мы, что мы получили новое, новое счастье, да, новую свободу. Мы узнали, что такое душевное покойство. После того, как я узнаю, что это такое, я хочу жить в таком мире, я хочу жить в мире духа. Поэтому мне нужно, и опять же, да, здесь у нас об этом и написано, что мне нужно заниматься для каждого дня. Я не могу оставаться, ну, за счет того, что я однажды как-то сделал шаги, и за счет этого оставаться в душевном покое, да, это не будет так работать. Мне нужно постоянно расти и в понимании, и в эффективности тоже. То есть мне нужно продолжать, мне нужно продолжать помогать другим людям, мне нужно продолжать встречаться с алкоголиками, мне нужно наращивать те, применять те принципы, да, которые у нас здесь есть. И одно из важных вещей, это десятый шаг, то, что он как призма, как линза, да, я хожу с ним по дню, и я именно смотрю, где, да, где мне что мешает и почему, да. Я должен, и если я уже знаю, что вся проблема во мне, да, что я не могу изменить ни мир, да, ни людей, никого. Я могу изменить только свое отношение ко всему этому, то это вот этот вот инструмент десятого шага, да, он у нас здесь всегда с собой, мы его применяем. Мы, опять же, да, не расслабляемся, каждый день мы должны это делать, и это на обязательных условиях, потому что если я начинаю это пропускать, да, то это, в общем-то, ну, это не приведет ни к чему хорошему. И немножечко, да, я, к сожалению, много уже начал, ну, я много говорю, я могу много говорить о десятом шаге, об одиннадцатом шаге, но я хочу еще немножечко об одиннадцатом сказать. Не знаю, сколько времени у меня есть еще, вот, у нас и в книге как-то он странно преподнесен, этот одиннадцатый шаг, потому что мы начинаем читать, и здесь у нас сказано, когда мы ложимся спать, как будто, как-то непонятно, да, кажется, так, не помню, а почему он начинается, когда мы ложимся спать, да, почему, по идее же, надо начинать там с утра, да, или как-то. Ну, а здесь логика, когда, в общем-то, она обычная, потому что мы, десятый, одиннадцатый шаг, они идут вместе, и если мы говорим о десятом шаге, десятый шаг – это целый день, мы посвящаем ему целый день, мы наблюдаем, да, мы что-то делаем с этим, и там приглашаем Бога, да, в эту ситуацию, все это то, что мы делаем целый день. И когда мы вечером приходим, у нас получается, что мы, да, мы, значит, говорим об этом именно сейчас вечером, то есть у нас начинается одиннадцатый шаг вечером. И там у нас есть такая мини-инвентаризация, которую мы должны делать каждый день, перед тем, должны делать, да, предпочтительно делать. Не забывайте, что буквально там через две страницы, когда глава седьмая начинается, и там написано про двенадцатый шаг, это наша, это наша двенадцатая рекомендация. То есть все вот эти шаги, все вот эти вот, они как предложения, да, это рекомендации, это, ну, и в конце книги у нас тоже, да, мы можем только предлагать, да, это всё. Поэтому нам предлагается оценивать прожитый день, да, и у нас здесь есть ряд вопросов, на которые действительно можно, можно, ну, желательно отвечать, можно письменно. Здесь написано мысленно, ну, это ошибка переводчика там, потому что в оригинале написано конструктивно, а конструктивно это может быть и письменно тоже, да, и желательно делать это письменно, потому что мы говорим о дисциплине, и это самый лучший вариант, самый лучший вариант приучить себя, в первую очередь. Я не знаю, как кто, но для меня дисциплина, она связана с режимом, да, и про режим, это то, что, опять же, как про дисциплину, да, как человек начинает выздоравливать, когда его привозят в больницу, что в первую очередь, ещё раньше всех этих там таблеток, диагнозов и прочего, да, он попадает в режим. То есть в одно время он ложится, в одно время он встаёт, в одно время у него обед, там, ужин, там, и так далее, да, всё, ему в первую очередь режим. Режим это как такой азбука, да, выздоровление, то есть любая больница, да, с этого начинает. То есть режим там есть в любой больнице, да, это вот, это вот то, что, то, что в одно и то же время какие-то процедуры, таблетки, всё в одно и то же время, да, вот дисциплина, как она действует на самом деле. Ну и поскольку мы тут взрослые люди, мы сами знаем, насколько дисциплина, она на самом деле помогает, да, как она работала там в армии, в школе и прочем, да, насколько она действительно важна. И здесь нам предлагается, опять же, взять, ну, не то, что там взять себя в руки, да, но во всяком случае, как сделать свой режим. Да, сделать свой, у нас там предлагается, называется слово ритуал, ритуалом, да, те, которые мы там подвергаем себя, вот, как мы должны молиться, там, вечерняя, ну, молитва, да. Я, допустим, на все вот эти вот вопросы у меня, я уже много-много лет веду просто дневник, да, и я пишу в дневнике каждый день, как он прошёл, практически там я на все эти вопросы могу ответить, да, был ли у меня там страх, или я должен перед кем-то извиниться, или что-то, да. Для меня это, ну, занимает, может быть, от, там, я знаю, от трёх до семи минут, может быть, это там, я пишу буквально полстраницы, как у меня там день прошёл, вот. И я до сих пор это пишу, у меня уже там исписаны там несколько тетрадок. Интересно, ну, просто я ещё практику здесь для себя нашёл, это то, что я пишу сегодняшний день, и я, у меня стоит закладочка, и я смотрю, как у меня этот же день был год назад, и что я делал год назад. Это очень интересное такое наблюдение, какого у меня духовный рост или спад, да, происходит тоже, но это просто интересно. Здесь нет этого в книге, но я просто говорю о том, что, да, вот как я это делаю. И есть здесь очень важная такая вещь, мы говорим здесь, то, что здесь написано, я бы не хотел просто это упустить, мы не занимаемся самобичеванием, да, и вот это если у нас что-то не получилось, и мы что-то нам протачили, мы где-то наскандалились, и что-то упустили перед кем-то, с кем-то поговорить или извиниться, или что-то такого плана, да, мы этим не занимаемся, мы к этому относимся конструктивно, нужно извиниться, завтра изменимся, да, если нужно с кем-то поговорить, завтра мы с этим человеком поговорим, да, мы сейчас не занимаемся этим, опять мы приглашаем Бога, здесь у нас есть молитва, в это, да, мы просим прощения у Бога, и спрашиваем, как нам исправить наши ошибки. Ну и вот так вот, да, мы ложимся спать, это после такого, это такая короткая, будем говорить так, ну, у меня вот этот заканчивается в дневнике, то, что я пишу, у меня заканчивается благодарность, благодарность у Бога, я каждый день пишу благодарность у Бога, вот, за прожитый день, за трезвость и так далее. Утро, конечно, у меня немножко насыщенно, у меня целый, целый ряд событий, но коротко можно это рассказать так, это то, что утром я встаю, и у меня где-то полтора часа уходит на мой эмоцион, да. Я, я одеваюсь, иду в парк, я занимаюсь там физкультурой, я не могу это называть там спортом даже, да, там, ну, немножечко там где-то на турнике я повисну, где-то я там немножечко отожмусь, вот, бегаю тоже немножечко, это все 20 минут где-то занимает, это, мне это нужно для того, чтобы привести просто себя в физическую форму нормально, это, ну, как-то для меня это стало обязательным, последние 10 лет это точно может быть больше. Я принимаю холодный душ, я потом встаю, остановлюсь на колене, молюсь, у меня потом после этого медитация, я медитирую тоже. Во всем этом процессе я всегда, всегда у меня есть разговор с Богом, да, будь это или холодный душ, будь это зарядка, да, спорт, бег, да, я всегда стараюсь как-то обращать внимание на то, чтобы Бог был со мной. И после медитации, медитация у меня занимает тоже от 7 до 12 минут, вот, там, где у меня происходят там какие-то флеши, то, что я думаю, ну, о ближайшем дне, да, что у меня там есть, как я могу быть больше полезен людям, как я могу быть полезен каким-то, ну, алкоголикам, может быть, или как вообще, как мне в этом. Многие вещи, да, ушли эгоцентричные, и в этот момент, в эти полтора часа, которые я, вот это, да, это у меня, мое время тишины с Богом. Вот, я везде-везде стараюсь приглашать Его в свои мысли, да, направить мои мысли, и мне, на самом деле, очень дорого это время. Опять же, после того, как, после медитации у меня есть рассылки, которые я читаю, вот эти наши, те, которые приходят нам, да, но они у меня отдельные, я их раньше читаю гораздо, там, в 4 утра, в 5 утра, раньше, чем они у нас приходят на телефон. Я читаю, и это тоже одна из вещей, которые мне вот тоже важны, это меняет мое сознание, да, это, я, если я концентрируюсь всегда на какой-то духовной литературе, на чем-то, да, то у меня меняется, и мое, ментальность моя, да, и мое сознание, и мое мышление меняется. И для меня это тоже важно, постоянно, каждый день этим заниматься. Я это продолжал уже много-много лет. Что, я хотел бы сказать еще одну такую вещь, просто сейчас вот, может быть, под конец, закончить, может быть, на этом даже, чтобы не говорить много. У нас здесь написано, если мы принадлежим к религии, которая требует определенного утреннего ритуала, мы должны соблюдать его. Если мы не принадлежим никакой религии, то мы сами выбираем и заучиваем некоторые молитвы, касающиеся принципа, которые мы обсуждали. Ну, и так далее, да. Ну, тут о чем говорится, да, вот это утренний ритуал, да, и вот это вот слово для меня, оно как-то более, ну, оно больше, как, больше религиозное, что ли, для меня слово. Поэтому я не обмолдился, когда назвал то, что я делаю утром, да, мационом. Потому что для меня это связано со здоровьем. Да, мацион это такое, мацион это утренний такой, да, вот моя зарядочка, зубки там почистить, там и так далее. Почему? Потому что это относится к моей душе. И вот эти вещи, да, молитва, медитация, да, обращение к Богу, значит, все вот эти вот вещи, это как заниматься своей гигиеной. Да, то есть для меня не странно, да, то, что я должен выйти из дома, одеть чистую футболочку, зубки почистить, да, побрызгаться, может быть. Да, потому что я иду к людям, да, и на меня там где-то там на остановке начальник мой там, или мои сослуживцы, да, они будут обращать на меня внимание. Люди на остановке где-то там, ну не знаю, на улице, в автобусе, как-то и я обязательно должен там зуб почистить, да, там, побрызгаться, там, искупаться и такого. То есть здесь меня не удивляет, да, то есть что я должен это делать каждый день. А вот если я не позабочусь о своей душе, я иду в этот мир, да, я готов всех там прям, ну блин, со своей злостью, да, с этим, вот с этой вонищей, да, я могу выйти. Вот это было бы у меня всегда принято. Нет, а здесь мне предлагается вот именно вот это, да, это душевная гигиена, то, что мы делаем в 10-11 шаге. Не нужно хранить свое спокойствие, не нужно излучать вот этот вот душевный покой, это новое счастье, это новую свободу, вот это, чтобы быть привлекательным настолько. Поэтому для меня это настолько важно. И это опять же, да, о чем здесь и речь, вот если это сравнить как с дисциплиной, да, и со здоровьем, это практически то же самое. То есть для того, чтобы, да, мне не поможет там, если я возьму и буду полчаса там зубы чистить, да, а потом неделю не чистить, мне это не поможет. Мне нужно делать это каждый день. Мне не поможет один раз там в неделю искупаться, да, а потом ходить там или отмокать там в ванной там целый час, а потом не мыться всю неделю. Я так не делаю. Поэтому мне нужно заниматься этим каждый день и заниматься этим своим душевным здоровьем, потому что это будет меня спасать. Это то, что нам предлагают 10-11 шаги. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.